роман приветствую тебя я так же как и вас сегодня у нас очередная встреча когда мы обсуждаем рынки собственно фундаментальный фон технический анализ смотрим на самые актуальные возможности рыночные и стараемся вам подсветить их собственно чтобы вы конвертировали в сделки с потенциально хорошим профитом и отрибыли ну это уже не первый эфир который мы совместно с тобой проводим я думаю что впоследствии если опять же тебе удастся скорректировать свой график можно сделать эти сервисы регулярными как бы как мы хотели каждую пятницу ну ладно это мы еще с тобой обсудим роман ну что заседание фрс сегодня стартует завтра уже будут подведены итоги события на и неважное пока что это точно события этой недели но я допускаю что при определенном развитии событий сценарии и повышенной волатильности она может полномерно перерасти в события масштабов месяца и так далее мы помним как доллар на прошлой неделе отреагировал на отчет по инфляции и собственно движение доллара его роста значительный 110 пунктам и слабость рисковых инструментов этот был просто отчет по инфляции который слегка посвятил то что может сделать американский регулятор и здесь вот уже само заседание фрс когда фактически решение поставки будет приниматься поэтому прежде чем перейти к сделкам идеям я думаю ты присоединишься что сейчас крайне важно контролировать риски следить за загрузкой депозитов стоп лосса это прям обязательно потому что это всегда обязательно когда на рынке ожидается серьезное движение повышенной волатильности эти правила нужно соблюдать прям 10 кратным масштабе демонстрация экрана так сегодня не хотел бы распыляться на большое количество финансовых активов просто общую тенденцию по индексу доллара обозначить и на основании этого можно уже делать выводы о движении по рисковым активам про евро можно пару слов сказать как дуэт мажорных активов которые точно интересны многим трейдерам и еще дам рекомендацию по золоту которая мне кажется по-прежнему является одним из предсказуемых по движению финансовых инструментов индекс доллара текущей котировки 109 от 34 я рекомендую опять же дождаться движения индекса американской валюты в район 110 это фактически вот ближайшее мощное сопротивление которое при определенном развитии событий если американский регулятор особенно если американский регулятор повысит процент на 100 байсных пунктов этот уровень точно будет преодолен мы видим целом интерес к доллару который обусловлен высокой инфляции пониманием того что американскому регулятору нужно будет более жестче проводить монетарную политику мы видим рост доходности американских облигаций периодически возникают разговоры о том что ну ты наверняка знаешь что инверсия кривой доходности между двухлетними и десятилетними облигаций которые многие используют как предвесник грядущей рецессии да сейчас это инверсии есть но опять же если говорить про перспективу доллара на случай если этот кризис реализуется и американская экономика окажется в полноценной не только технической полноценной рецессии понятно что доллар выиграет в этом вдвойне потому что ни один финансово-экономический кризис не сопровождался никогда слабостью американского доллара всегда он рос и если дело дойдет до кризиса и сейчас то соответственно доллар будет еще один фактор поддержки кому интересно торговать индексом доллара уровне обозначены ждем закрепление выше 110 и рассчитываю целом на уход на долгосрок выше данных значений моя цель роман субъективная хочется сделать 111 пунктов цели морган стенды по моему 113 пунктов банков америка 115 и как всегда как всегда дальше секс нации банка за своими нереалистичными прогнозами они смотрят на 130 140 пунктов но это уже а середина на следующего года так что касается европейской валюты текущей котировки 1 0 0 20 ну в принципе в районе паритет уже не первую неделю мы ходим нужен триггер и этим триггером будет заседание фрс я надеюсь то что это будет триггер для того чтобы европейская валюта оказалась под таким серьезным давлением и уже ушла на обновление новых минимум с 2002 года цель на ближайшую перспективу 0 98 соответственно как действовать сейчас я думаю что кто привык и любит рисковать я думаю что он будет не лишним даже еще не открывал короткие позиции шортить прямо сейчас текущих и ждать соответственно реализации сценария слабости европейской валюты не только из-за укрепения курса доллара но еще и на фоне энергетического кризиса которым я каждый день практически говорю на своих брифингах кому интересно могут прийти по там ссылке на нашем youtube канале и их посмотреть и что касается золото 1670 сейчас мы видим ожидая продолжение нисходящей динамики и уход золота в район 1650 1640 давление на золото оказывает рост доходности облигаций десятилетних двухлетних американских облигаций укрепления курса доллара тотальное бегство крупных денег институциональных инвесторов из-за эти фондов из золотодобывающих компаний это кстати подтверждается отчетом чикагской биржи safety 7 американская комиссия по торговой товарными фьючерсами 6 недель подряд уже скачать спекулятивный лонг что указывает на абсолютную сейчас нецелесообразность работы золотом потому что золото тип которая с начала этого года принес только лишь убытки если бы его купили в отличие от индекса доллара кстати и американских облигаций которые принесли бы солидный профиль такая тенденция на мой взгляд сохранится и ну как минимум до нашего с тобой следующего эфира я скажу что каких-либо корректировок носить даже и не нужно будет роман на вот этих трех идеях остановлюсь я слава тебе хорошо да ну в принципе достаточно предсказуемая ситуация вот последние недели 7 месяца складывается вот давай посмотрим график тоже так сейчас демонстрацию включу так видно да значит что касается евро я тоже абсолютно согласен с нисходящим трендом и вообще если посмотреть я все-таки со стороны технического анализа на буду смотреть вот можно заметить что прям идеальная картинка складывается в нисходящем тренде то есть каждый раз когда евро пробивает очередной минимум горизонтальный я отмечаю в районе вот синего квадрата например я показываю был минимум вот потом он был пробит и потом цена возвращается и просто идеально отрабатывает позицию короткую позицию на зеркальном уровне сопротивления все на обучении об этом часто рассказываю на понедельниках на выпусках в понедельник вот буквально давал прогноз вчера вот и видно что каждый раз когда цена пробивает и возвращается она опять опять отбивается четко от линии сопротивления зеркальная линия сопротивления на горизонтальной вот и на это стоит обратить внимание можно дать смелый прогноз что если опять произойдет сильное пробитие очередной линии горизонтальной поддержки то история может опять повторится как говорил чарльз доу история повторяется вот и мы опять увидим вот этот вот ступеньку вот эту и коррекцию от горизонтальной линии сопротивления зеркальной линии сопротивления вот поэтому можно здесь ставить ордера на продажу после пробития смело вот ну так же если короткосрочно посмотреть то есть вот такие вот у меня уровни сопротивления поддержки о которых в принципе я ну каждый понедельник выкладываю более подробно а так не соглашу не могу не согласиться с нисходящим движением евро доллара и на индексе доллара это тоже видно что доллар у нас растет уже не первую неделю и но вот если посмотреть на индекс доллара что кстати говоря на евро не очень хорошо видно мы видим что каждый новый максимум сопровождается более сильным откатом вот здесь вот это видно что вот здесь вот вот откат здесь еще больше более сильный откат вот и несмотря на то что конечно же общая тенденция восходящая по доллару вот надо учитывать что могут быть как раз таки и сильные коррекции сильные коррекции которые будут конечно вводить в панику слабонервных и все начнут продавать но скорее всего потом продолжит вниз то есть движение вверх но вот короткосрочные движения вниз не стоит недооценивать они могут быть и даже в том числе и в момент выхода новостей нам известно что периодически раз несколько лет случаются такие события я вот помню 2015 что ли году была новость по америке какая-то когда все ждали все ждали что будет движение одна конкретная направленность там по моему вверх ожидали вот оно пошло просто вниз и но за счет вот этого накопления да как у нас есть же индикатор кайман который показывает когда все ожидают в одну сторону он начинает другую сторону идти вот поэтому тут надо это учитывать вот давай посмотрим нефть по нефти кстати говоря сейчас нефть находится в таком как это хорошая коррекционность как и называю вот то есть для технического анализа то очень хорошо вообще нефть честно говоря техническом анализе не очень хорошо под поддается но вот когда она начинает ходить вот этих коридорах да в боковых трендах в рейнджах то она начинает лучше слушаться линии поддержки сопротивления поэтому всем рекомендую присмотреться к нефти вот у нее есть вот и линия сопротивления две вот в районе 107 долларов а также вот в районе 100 100 долларов вот отсюда можно будет краткосрочные продажи делать ну учитывая то что у нас доллар укрепляется конечно же все активы будут идти вниз и об этом кстати сказала недавно прочитал рейдалио известный инвестор он сказал что вот этот рост доллара он спровоцирует падение в том числе и вообще фондового рынка да и s&p 500 и мы видим что s&p 500 хоть и порывается пойти дальше вверх но пока что находится вот с такой долгосрочной коррекции и вполне возможно что он дойдет до вот зеркального уровня поддержки в районе 3400 пунктов вот я отметил синим квадратом это поддержку если мы до сюда дойдем то от нее можно будет как раз таки в долгосрок задуматься о том чтобы закупаться в долгосрок от этого уровня вот ну и по золоту да действительно тоже скажем так пока не популярный актив да он тоже под давлением доллара ослабевает вот но вот эти вот каткосрочные всплески как и на евро да вот когда цена отскакивает вверх можно как раз таки на нисходящем тренде это лучше всего вот если мы те кто смотрит нас использовать технический анализ лучше всего заходить в продажу всегда в нисходящем тренде в покупку восходящим и здесь мы видим как раз у нас есть вот несколько линий сопротивления если до них цена дойдет то от них легче всего продавать потому что и риск-менеджмент легче соблюдать и усреднение можно применять более безопасно вот то есть от линии сопротивления потому что нисходящий тренд это всегда безопасно то есть не плюй против фетра что называется вот ну вот такие вот у меня взгляды собственно говоря почти что почти что совпадающие с твоими поэтому спасибо роман спасибо за твои сделки за рекомендации комментарии по рынку еще раз напомню что завтрашний день вечер среда заседания фрс точнее его итоги решение по процентной ставки и бешеная влатильность призываем вас контролировать риски я думаю что в следующий раз подведем итоги потому что это действительно знаковое событие узнается возможно после предстоящего решения фрс вообще можно будет судить рассуждать о том что с долларом будет дальше а если рассуждать про доллар то это соответственно разговоры о всем широком рынке я извини перебью впервые впервые за несколько лет я у себя в понедельник сказал на канале ставка швейцарского центробанка она была отрицательная и планируется стать положительная вот это вообще за мою историю наблюдения вот которые сознательно можно сказать это впервые мне прям интересно что произойдет швейцарским франком он может как 2015 году тоже рухнуть ну доллар доллар франк может рухнуть действительно событий очень много интересных и в принципе сейчас такой рынок с колоссальными возможностями самое главное определить верное направление этих возможностей заработать спасибо тебе за твое время тоже тебе удачного трейдера и подведем итоги тогда следующий раз спасибо тебе спасибо спасибо спасибо